15000 и будем менять масло масло будем лить лукойл лукойл ой-ой-ой-ой-ой вру масло будем лить мобил пассивная уборка это все было давным-давно и не ясно всем привет сегодня у нас 17 ноября 19 год в общем пассивная уборка это все было давным-давно и не ясно теперь у нас идет работа по перевозке зерна ввиду того что у нас автомобиль есть в хозяйстве как бы сейчас вкратце про автомобильчик расскажу что какой у него пробег сколько мы на нем наездили чё делали чё будем делать 5 сек в общем наездили на нем 19 тысяч получается 134 километра за этот промежуток времени мы абсолютно в нем ничего не делали кроме как масло поменять тут межсервисный интервал него стоит ориентировочно 30 тысяч от замены до замены мы решили сделать 15000 15000 и будем менять масло масло будем лить лукойл лукойл ой 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 вру масло будем лить мобил поменяя масло в двигателе и поменяя масло в коробке на зиму приготовим так скажем так пока нареканий по автомобилю вообще нет никаких как бы все нормально все красиво пока на данном этапе вот единственное поставили автоном а отключили мочевину отключили мочевину и поставили автономку в общем вот от мочевины бачок остался у нас мы и отключили все заглушили там при ездили в челябинск парень там за 15000 за 40000 рублей нам это все дело отключил перепрошу программу из этого бачка мы сделали бачок для автономной печи вот теперь у нас в районе 50 литров бачок мы залили солярки и не паримся хорошие так где он сама автономная печь стоит сейчас посмотрим сама автономка у нас стоит штатном месте как и положено там все предусмотрено для нее вот установили 4 киломаттный планарх вот единственное гофры никакие ничего не проводили может быть чё сергей викторович что-то придумает и как деньгов или сделает но пока так вот боевой окрас автомобиля дорожная грязь сейчас надо выгнать его потому что будем грузить или вернее догружать продолжаем действия смазом в общем решила сегодня изловчиться и сам загрузиться съездить на автомобиле выписал доверенность сейчас поедем на погрузочку посмотрим не захерел ли у нас порох пороховницах тоже давненько не каталась не работал хотя мне больше подходит на катался сейчас накачаем давление воздушное так-то воздух держит транспорт пойдет так чё где у нас пультик интересно от этого от автономки кто знает не знаю где пульт от автономной печи а вот он он а ничего себе пульт от автономки интересно как она тут включается смотри-ка с градусником надо позвонить наверно спросить прежде чем тыкать или нет или пошел пошла мазута так с автономкой разобрался как он включил ее вроде начала она шевелить потихонечку пойдем пока ворота откроем потом не париться после загрузки заехать без проблем сегодня день тёплый на улице плюс 2 градуса поэтому можно потихоньку шевелиться сегодня с утра была погрузка зерна отгружали зерно на аниматор ценник элеватор дает нам 11 11 500 а 10 500 11 и 11 500 за пшеницу мяг третьего класса то есть кликовина 2325 27 и выше так вот пока стоит такой ценник у нас челябинской области может где-то в регионах меньше все что можно ехать качал воздух нужно потихоньку двигать 13 35 время челябинской давненько давненько я не катался посмотрим как это надо справиться с ситуацией грамотно то есть профессионально скоро будем масло менять как я раньше ранее говорю будем заливать мобил маслица взял две канистрочки могла дизельного канистрочка стоят в районе 6000 это там 50 рублей или 6000 20 рублей да непривычно это нефта ураги прыгать хочу погрузить машину заправить ее и доложить об обстановке сергея викторовичу чтобы он знал что завтра утром он приходит запускает автомобиль прогревает его и следует на разгрузку подарок ему на выходные такой сделать а то он все выходные что-то работаем у нас получается шиворот на выворот рабочие дни мы бамбук курим а как выходные так у нас работа начинается что ручку брал темновато чё 330 лошадиных сил автомобилей как бы полагаю блин маловато что-то я вот ездил в уборку что-то не ошибка мне понравилось где бы газку подать и чем не поддает как-то все медленно но ничего зато экономичный на когда пустой идет он не так уж расходует много дизельного топлива сейчас что-то слыхал в области будет вокруг челябинска ставить 22 весовых автономный что ты проехал пробила ося зафиксировала номер шоу сразу по почте скоро мы вот эти свои заборы которые нам городе ли на бортах спилим сделаем и более метра и будем двигаться взять покупать солярку 50 рублей передвигаться еще и тахограф сейчас конкретно за них шпилить за все шпилить даже такое слыхал что браслет ты ведут какие-то водителям чтобы сотрудника и остановил тебя проверил давление по этому браслету твоего посмотрел температуру еще еще может проверить давление температуру и пульс ну на усмотрение наверное там стаканчик ссыкануть как вариант и все и можно дальше следовать ладно подъезжаем на на погрузку как-то маленько диковато когда долго не работаешь как тяжело кажется страшновато даже можно сказать там грузится из-под какого-то бункера но сейчас заснимем все это дело сейчас давайте будем следовать дальше пока еду еще тут минуту у меня целое ехать хотел пускай следующие еще тут долго не ходила не выходил на связь и снимал ролики ну как бы ничего не видел для себя что снимать то это снег что ли на полях таких мыслей не приходило можешь можете не творческий человек поэтому мыслей не ходила тут я вот решил вопрос стало по погрузке у меня у меня трактор есть получается беларусь нет не так тут я решил приобрести кун у меня трактор есть есть он за все лето беларусь абсолютно можно сказать новый работал только на химии захимичил все он там 500 этих гектар и дело с концом и остальное все время стоял просто туда-сюда ну картошку там еще засеяли на нем картошку получается выкопали им но сейчас проплатил кунт металлфах называется т-229 то есть высота в общем высота стрелы будет там подъема 4 метра кокс будет 1 и 2 метра ой 1 и 2 куба оговорился и заказал еще движку отвал снежный ну для снега то есть чистить прям крепится на рога все одном сборе посмотрим как она это работает канитель все что-то подговаривать на типа якобы зря ты взял и потому что будут бить по пальцам что лучше проще лопату посмотрим вот как бы это в следующем видео будет буду снимать как мы там устанавливаем или уже непосредственно грузим ну чё то в общем следующее видео я так полагаю будет с куном все связано ну в общем еще это как бы хотел бы еще проговорить следующее ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии ну кому кому что есть сказать дополнить или чё то а критиковать в общем давайте ну пока грузимся приняли едем на погрузку в общем оформили документы получили приказ на погрузку едем он сейчас грузится маленько там бюрократии в плане документов оформить или можно того что я так расслабленный такой не знаю всех этих моментов все заезжаем заезжаем на весовую заезжаем на весовую тепло в машине жарко можно сказать ну и сегодня и тепло то что вообще на улице а так я смотрю планар печка как следует работает на старом мази которую ранее был у нас 6303 модель там чуть кабинка поменьше правда и там это была печка планар 3 киловатт а это 4 как бы посерьезней так вот заехал на весы так ладно да потом снимать оттарились в общем едем внутри комбинат нужно искать место непосредственно где грузят В общем, началась погрузка, встал под погрузку, все документы оформил. Слушай, что, братан, погоди, пожалуйста, я вам, наверное, стойку надо пристегнуть. Вот эту и ту закрути. Сейчас я запрыгну, посмотрю. Давай, давай, давай. Отключи, тут тоже закрой, сейчас я стойку пристегну. Все, стойку зацепили, можно дальше грузиться. Сейчас буду грузиться и маленько протягивать. Так-то процесс-то быстрый вроде бы, пинчаная. Здесь иногда бывает очередь на погрузку. Ну а так нормально в целом. Гранулы. 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 Процесс погрузочный идет. Сейчас, сказали, буду протягивать потихоньку. По времени недолго погрузка, я так понял. О, все, тянем. Встречка. Тянуть нет! Полметра протянул, наверное, где-то не более того. А что, гранул-то мне хватит? Да. Гранул-то мне хватит? Да, хватит, хватит. Нет, это мало, это полное стояло. Да. Что, сейчас протягивать уже? Да. Вперед пойти. Понял. Крикнет. А до пологолоса перед весовой или где? Да, 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 до пологолоса. Понял. Погрузка, быстро, не более пяти минут. Вообще, очень хорошо это. Больше собирался я. В общем, все. Вся моя погрузка длилась не больше десяти минут. Ага, понравилось мне это. Быстро, оперативно. Вон и прицепчик. Закруженный. Сейчас заположуемся. Документы забираем. Заправляем. И все, машина готова. Все, миссия выполнена. Все мероприятие заняло не более часа. Из них 20 минут оформлял документ. Едем заправляться. Пасмурная Варнас. Включеная колонну за собой собрал. Включеная колонну за собой спирт. Включеная албитна. Пасмурная ДонSurок абсолютно не было устой. Включеная колонну за собой посещ stands. Здорово, я пошел на урон. В холоде едет. Прибыли на заправку. Волан, ты что, молодость решил вспомнить? А что бы нет? Здравствуйте, Иван Иванович. Ты блогер? Что ты? Ковбом фотографировали. Включайте, Иван Иванович. Базы крепкие. Слушай, какие-то базы. Немки базы? Да, на поле. Я пошел. Иван Иванович твою кразу продал. Ну что он охуел? Да сколько? По безналу, ты готов принять? Какой безнал? Безнал это... Что-то из мира иллюзии и фантазии. А что такое? Ну что-то звонит. Ты что, он его выставил что ли? Да, уже звонят. Ты должен приехать смотреть. Ничего себе. Вот Сергей Иванович. Продавать, оказывается, легче, чем работать, да? Ты что, Николай Геннадьевич? Сколько 35? Он трактор сейчас пригонит. А Кунку привезет что ли? Ну, Кунку привезет, наверное, Серега завтра, если что. А он Тибарик куда? А Красногожий? Да, Свиногорск. Свиногорск там не привезет. Почему? Ну придется тогда переночевать там раз. На Провецком тракте, да? Ну да. Тут на въезде прям кажется. А, ну это вот эта компания она? Снаб какой-то? Нет, не доезжая ни вода. Не доезжая ни вода. Сейчас включай. 200 литриков, плеснули. И поедем на свинарник. Я Сереге позвонил, спросил Серый кабину помыть. Он говорит, ладно, не шибко старайся. Ха-ха-ха! Ты же кора нас тут на две, что ли нам? Кажевицы поставить нахуй все, борта зре. Мы в машину не хватит. Говорит, кабину не надо мыть. Да это я, самое я считаю, что... Ну, как и Малатая, приезжали ребята. Говорит, Тибарик тоже поставили. В общем, все, управились. Сейчас машину поставим. Эмиссия наша окончена на сегодняшний день. В общем, что хотел бы сказать от себя. Ребята, подписывайтесь, не стесняйтесь. Смотрите, оставляйте комментарии. Давайте всех благ вам, здоровья. Всем пока.